Мир вам, дорогие друзья! Вы знаете, я глубоко верую, что мир – это не просто какое-то слово. Мир – это не просто какое-то приветствие. Мир – это что-то такое, что можно потрогать. Мир – это то, чем можно наполниться. Мир – это то, что вообще-то, то, что так хочет наше сердце иногда. И я думаю, когда мы приходим на служение, мы так хотим быть наполнены просто миром, просто переполнены миром для того, чтобы уйти отсюда, веря в то, что великий и всемогущий Бог, Он держит руку на нас, Он заботится о нас, Он печется о нас, Он вообще знает абсолютно каждый шаг нашей жизни. Когда Иисус отправлял учеников своих, Он отправлял их подвое, и Он говорит, идите и несите мир. И если вас люди не примут, что вы сделаете тогда? «Отрясите прах, прах отрясите вот так вот с ног». Это было какое-то, наверное, действие физическое, наверное, что-то такое было, что люди делали, да? Мы, наверное, сами что-то делаем такое похожее, да? Или действие какими-то руками, или так вот. Ну, я вот не хочу иметь с тобой дело. Но на самом деле, когда ученики выходили из какого-то селения, и они отряхивали, знаете, вот так пыль со своих ног, знаете, что-то уходило вместе с ними. Что-то видимое уходило вместе с ними. Божий мир, Божье присутствие, просто Божья благодать, которая была предназначена для этих людей, она просто как облако вместе с этими людьми уходила. Я глубоко верю это в своем сердце. И поэтому я верю, что мир – это нечто важное, сильное и мощное, то, что мы каждый-каждый нуждаемся. И, знаете, когда мы приходим на служение, это так чудесно – переживать Божий мир, переживать благодать Божью и верить, верить, что Он здесь, на этом месте. Он силен просто наполнить, Он просто силен коснуться, Он силен ответить на наши нужды. Я очень хорошо помню это время, то время, о котором вот сестричка читала стихотворение, когда это было в моей жизни, когда я приходил на служение таким образом. И я думал, почему люди приходят на служение? Так скучно, так непонятно. И, знаете, однажды Бог прикоснулся к моей жизни. Однажды я пережил Божью славу. Я был с детства верующий. И с самого детства я ходил на служение. И так много разных историй слышал. И много вещей, знаете, пересказывали, пересказывали, но никогда не переживал Бога. Но никогда не прикасался к Богу. Вы знаете, и когда даже меня в армию призвали, я присягу даже не принял. Я сказал, что я святой. Но это, знаете, было такое, я так потом понял, это святое упорство было. Я вообще ничего не мог объяснить. То есть, если бы вот так мне конкретно спрашивали, я ничего не мог рассказать вообще-то о Боге. Однажды там солдаты пытались у меня спросить, да, я верующий, вот у нас церковь. И потом думаю, а что я вообще могу людям рассказать этим вообще-то о Боге? У меня ничего не было. И вообще-то ничего, я не встречался с ним вот так вот реально. И однажды Бог прикоснулся ко мне. Однажды я пережил великую Божью славу, Его просто физическое прикосновение к моей жизни. И знаете что, с того времени абсолютно все поменялось. Абсолютно все поменялось. На каждое служение, которое я прихожу, или это ячейка, или это спевка, или это просто библейские лекции, уроки какие-то. Знаете, я каждый раз жду чуда. Я просто жду чуда, где мы два человека встречаемся и просто разговариваем о нем. Я просто верю, что там может быть Божий ответ. Там может быть Божье прикосновение. Там может быть благодать Его просто излита. И Он может прикоснуться и ответить. И чудеса, они происходят. Слава Богу! Это так чудесно сидеть на своем месте и просто ждать Его. Просто ждать. Верить о том, что Он может прикоснуться. И Он прикоснется. Знаете, в чем вера Авраама заключалась? Вот в чем вера Авраама заключалась? Он поверил Богу. И в чем эта вера заключалась? Он просто рано утром вставал, выходил со своего шатра и смотрел, куда дует ветер. И потом спрашивал, Бог, куда мы сегодня пойдем? Куда ты меня сегодня поведешь? Бог говорил, вон тут туда пойдешь, вон ту сторону горы. Дойдешь, а там разобьешь палатку. И там будешь жить какое-то время. И Он шел туда. А потом она снова продолжалась. А потом Он снова рано утром вставал и говорил, Боже, а чем мы сегодня займемся? Вот сегодня. И это было каждый день. И вера Авраама была просто в его путешествии. И вера Авраама была просто в его доверии. И вера Авраама была в то, что он просто верил Богу, что Бог двигал его, а он просто путешествовал. Он просто шел от места к месту, от места к месту, даже полностью не осознавая той величайшей цели и предназначения, которое было на нем, на его судьбе, на его жизни. Когда мы приходим на служение, дорогие друзья, это так здорово верить, что мы утверждаем Его Царство. Мы не просто поем песни, мы не просто слушаем свидетельства, мы не просто слушаем пастыря, его проповедь. Сидя на этом месте, мы утверждаем Его Царство. Мы утверждаем Его величественное, могущественное имя, перед которым преклоняется все, абсолютно все. Мы утверждаем Его имя. Вы знаете, есть такое свидетельство одного брата, я думаю, вы слышали это свидетельство, такая книжечка выпущена этого человека, который вот в Душанбе, когда теракт в церкви случился, и была взорвана церковь, и он тоже погиб, тогда его разорвало, и он, когда он возносился на небеса, потом Бог вернул его, и он теперь живет в России, вот свидетельство рассказывает об этом. У нас в церкви стоит такой большой бак с его книг, я всем-всем раздаю, его пастор несколько раз приезжал к нам в церковь, я вообще-то из Ванкувера, вот рядышком город, я с этого прекрасного города приехал к вам в гости сегодня, чтобы поделиться просто благодатью в своем сердце, которое есть. И этот человек рассказывает, когда я возносился в небеса, вдруг раздалось имя Иисус, и вся атмосфера задрожала просто. Каждый атом, он просто дрожал и преклонялся перед этим именем. И во всей вселенной, когда имя Иисус произносилось, во всей вселенной было слышно это имя, и я верю, что это действительно так. Я не могу это представить, я не могу понять, как это все происходит, но я верю, что перед этим могущественным именем просто все абсолютно дрожит, просто все абсолютно преклоняется, потому что нету, абсолютно нету другого, чем наш Господь Иисус Христос. Аллилуйя, слава Ему! И поэтому это так прекрасно, просто утверждать Его могущество. Придя в церковь, придя на служение, просто убирая это здание, просто приходя куда-то на спевки, просто читая писания, просто поя песни, просто молясь Господу ночью, поздно, когда все спят. Ты просто знаешь, ты утверждаешь Его царство, ты утверждаешь Его могущественное имя, потому что Он избрал тебя для этой великой благой части. Аллилуйя, слава Богу! Вы знаете, есть в Беларуси такой город Несвиш, это такой старинный город. Я родился в этом городе, и мои родители, они приехали в этот город, в деревню, которая совсем недалеко, может быть, километров пять от этого города находилась. И тогда люди жили, они так, знаете, по хуторам, я думаю, вам это слово знакомое, да? И эти хутора, то есть маленькие отдельные дома, как что-то наподобие здесь у нас в Америке, как фермерские дома стоят вот так вот разбросанные, они были расположены там, знаете, вокруг этого городка, и там жила моя бабушка. И это событие случилось сразу где-то после войны, это были 50-е годы, начало 50-х годов, когда Евангелие, оно пришло туда, в ту местность, когда Слово Божье достигло людей, и бабушка моя открыла свое сердце перед Господом, и она покаялась, образовалась община, люди тоже вот так собирались после работы, молились Господу, пели песни в простоте, у них не было музыкальных инструментов, они совершенно не знали Писания, они просто пели Господу, воздавая Ему славу. И вот однажды приехали братья, они приехали издалека, тоже проводили такое служение, и служение, знаете, оно затянулось, и внезапно огромная Божья слава, она сошла на этот дом. Уже было полночь, уже была ночь, и две деревни, которые были расположены рядом, одна-два километра в одну сторону, другая километра, наверное, три совершенно в другую сторону, вдруг увидели огромное зарево, которое стоит над лесом. И буквально две деревни, они проснулись, и они сказали, они смотрят туда, именно вот в это место, они говорят, ну все, Мария горит, Мария горит. И кто-то схватил ведра, кто-то схватил топор, кто-то схватил багры какие-то, и они просто бежали туда для того, чтобы тушить этот дом. И знаете, что-то интересное наблюдалось, что-то очень уникальное наблюдалось, когда люди, они сбежались, буквально эти две деревни вместе, они окружили этот дом. И вот так, когда к дому подходишь, буквально вот за метров 20 никакого огня нету. Когда дальше отходишь, весь дом просто стоит в огне, полыхает. Просто полыхает в огне, но там люди находятся внутри, они просто поют, радуются. И знаете, этот момент, он настолько шокировал людей, что люди вот таким кольцом окружили дом, они стоят, смотрят, что вообще-то происходит. Один на одного показывают пальцем и говорят, слушай, и если ты теперь отсюда не уйдешь, ты станешь баптистом, ты станешь такой, как он. Он говорит, а почему ты так говоришь? Он говорит, а потому что у тебя лицо начинает сиять, и просто свет начинает с лица истекать. И действительно, проходило несколько минут, этот человек, на которого это говорили, он выходил, становился на колени просто около дома этого и каялся, и просто каялся. И огромная Божья слава, знаете, посетила ту местность. А где жила тогда моя бабушка и мои родители, которые были тогда еще подростками, которые, но Божья слава их, знаете, так невероятным образом посетила. И после этого события прошло, наверное, около 30 лет. И мой дядя, он идет на своей работе, он проходит по двору, и внезапно его зовет один человек, говорит, Иванович, Иванович, он оборачивается, смотрит, незнакомый человек, никогда с ним не встречался. Он говорит, послушай, у меня есть такой вопрос к тебе. Он говорит, ну хорошо, задавай вопрос твой. Послушай, как ты думаешь, сколько нас Бог будет мучить в аду? Он говорит, ага, какой интересный действительно вопрос. Никто никогда меня такой вопрос не задавал. Люди говорят, Бога нету, люди говорят, Бог – это сказка, Бога придумали вообще-то. А я первый раз слышу такой вопрос. Сколько Бог будет мучить в аду? А почему ты, говорит, спрашиваешь такой вопрос? Бог вообще-то не собирается людей мучить в аду. Люди сами идут туда в ад. Ну, это уже другой вопрос. А почему ты меня спрашиваешь об этом? Он говорит, а ты помнишь то служение, которое было там у Марии 30 лет назад? Я тебе говорю, да, конечно, помню. Этот человек начал плакать. Он говорит, и я там был на этом служении. И я вышел туда, и я покаялся, стоял около этих стен. И Бог меня крестил Духом Святым. И я, говорит, был такой, как вы. Но, говорит, меня не хватило надолго. И 30 лет вы идете в церковь, а я, говорит, наблюдаю за вами издалека. И я, говорит, не могу никаким образом, говорит, переступить. Потому что, говорит, мне, ну, вообще-то мне нравится вот эта вот жизнь. А у вас она такая какая-то ограниченная. Бог говорит, а дядя говорит, да нет, тебя вообще-то обманул дьявол. И дальше тебя дьявол обманул. Кто тебе сказал о том, что Бог будет мучить? А, говорит, однажды мне голос такой был о том, что Бог вас помучает сто лет, ну, может быть, двести лет, а потом всех просто отпустит. Я, говорит, успокоился на этом. И все абсолютно, говорит, прошло. После того, когда я вот это вот решение принял. И, ну, это история этого человека. Но, знаете, и я, когда родился, я вдруг увидел о том, что я принадлежу к удивительному народу. К удивительному народу, который говорит на таких непонятных языках. И, будучи маленьким ребенком, будучи маленьким мальчиком, я наблюдал за всеми вещами, о которых говорят и которые происходят. И вот однажды Бог прикоснулся к моей жизни. И удивительные, славные вещи, они стали происходить. Тогда, когда я исповедовал имя великого и всемогущего Бога, цара царей и Господа господствующих. Это удивительно. Удивительно быть наполненным Духом Святым. Удивительно переживать Его благодать. Удивительно переживать Его милости. Удивительно жить с Богом и видеть Его великую руку в нашей жизни. Я помню однажды, мы только приехали в Америку, буквально полгода прошло. Мы молились вместе дома. И моя старшая дочь, она спрашивает, «Папа, а ты понимаешь, о чем ты молишься, когда ты молишься на языках?» Я говорю, «Нет, не понимаю». Вообще-то, был несколько раз с этими людьми на этих служениях, когда дар истолкования, он был проявлен, но... И начал ей объяснять, но она что-то совершенно другое хотела сказать. И внезапно я это почувствовал. Говорю, «А почему ты об этом меня спрашиваешь?» И когда я это спрашиваю, знаете, обстановка, она начинает меняться в комнате. И я не понимаю, что происходит. Она говорит, «Папа, знаешь, что ты сказал, когда ты молился?» «Ты сказал Golden Heaven». А я говорю, «Доча, а что это значит?» Обстановка вообще уже поменялась. Настолько она в комнате наэлектролизовалась. Она говорит, «Папа, а это значит «золотые небеса». И как только она сказала, знаете, как что-то щелкнуло, как что-то ударило просто. И как мы исполнились Духом Святым. Как мы радовались. И Божье помазание пришло. И мы пели. Я вообще целую ночь не мог уснуть. Я все молился и славил Господа. И думаю, какая удивительная милость Божья. Как удивительно Он прикоснулся какой-то одной маленькой стороной для того, чтобы что-то, что-то, просто одну детальку в этом огромном Его Царстве показать и мне что-то показать. Я так радовался, исполнивший Духа Святого. И после этого Божья слава и Божьи милости, они сопровождают меня, сопровождают мою семью. И я так радуюсь в этом. И это так чудесно. Просто ждать Его. Просто верить о том, что Он прикоснется. Он ответит на твой вопрос. Он обязательно придет к тебе в твое искание, в твой стук. Я думаю, что вы знаете Карла Густава. Вернее, знали, да? Карла Густава, брата, который умер, ушел к Господу. Я знаю, что он был в церкви у вас некоторое время. И есть родственники, наверное, его. С этим человеком мы проводили некоторое время. Это темнокожий Карл Густав. Не северин, не швед тот. А Карл Густав... Густав, Густав, как фамилия? Кукола, да, Кукола. С этим человеком однажды... Это был день Пятидесятницы. У нас было пять семей. Мы собрались в одном доме, радовались перед Господом, славили Господа. И потом кто-то сказал, давайте мы возьмемся просто за руки и будем Ему поклоняться. И мы взялись за руки. И комната, она была полностью закрытая. Были окна закрыты, завешены. Были окна и двери были полностью закрыты. И внезапно, знаете, вот как десять человек нас стояло, и внезапно огромная Божья слава, она в виде ветра сошла. И физический ветер, мощный и сильный поток ветра, он ударил прямо в середину. И все десять человек, они просто разлетелись по сторонам. И, знаете, каждый из нас переживал милости. Каждый кто-то видел видение. Кто-то переживал Господа. Кто-то пел в духе. Кто-то был наполнен Его славою. Я ждал своего исцеления. И я ищу Его. И я нуждаюсь в физическом исцелении. У меня есть одна проблема физическая. И я нуждаюсь в этом для того, чтобы Он прикоснулся. Я видел сотни и, может быть, тысячи исцелений. Сотни исцелений было в наших служениях. Невероятных исцелений. Чудес было. Когда суставы новые появлялись. Когда ноги вырастали. А я сам нуждаюсь в исцелении. И я Его жду. И я Его каждое служение жду. И я верю, что Он однажды ко мне прикоснется. И Он тогда не прикоснулся. Физическим исцелением. Болезнь есть по-прежнему в моем теле. Но я верю в исцеляющего Бога. Я думаю, что Он, может, меня здесь исцелит. Может быть, Он меня завтра исцелит. Может быть, я уйду со своей болезнью в вечность. Я не знаю. Я жду Его. Я верю, что Он исцеляющий Бог. Вы знаете, однажды приехал евангелист в нашу церковь. И пастырь объявил, говорит, будет служение исцеления. И это один из известнейших людей здесь в Америке. И мы так долго ждали Его, мы верили, что Бог действует через Него. И пастырь сказал, давайте мы проведем такое-то время дома в молитве. И потом придем перед служением, будем молиться. И чтобы Бог действовал. И это было объявлено на утрошнем служении, на вечернем служении. Мы должны были слушать этого человека. Мы пришли домой с семьей, мы покушали. И я детям сказал, дети, давайте будем молиться, давайте будем искать Господа. Моя старшая дочь говорит, ну, папа, ну, папа, ну, знаешь, мы так устали. Папа, ну, ты помолись. Я пошел в комнату другую, стал молиться. Я смотрю, телевизор включили. Я говорю, ну, ну, да так не пойдет. Если не хотите молиться, телевизор не будет включен тогда. Я выключил этот телевизор. Я был перед Господом. Я искал Его лицо. Время проходило до вечернего служения. Я самый первый пришел на это служение. И еще не было ни одного человека. Я молился. Я так искал Господа. Потом я взял микрофон. Я целый час микрофон молился. Когда уже началось служение, уже буквально перед самым началом я отдал этот микрофон, положил. Я был так верой наполнен. Я так был верой наполнен. Кажется, вот. И этот человек проповедовал. Он призвал людей для того, чтобы они вышли вперед. И, вы знаете, я самый первый туда побежал. И, конечно, я не получил исцеление. Я вам сказал уже о том, что я его по-прежнему ищу. Но внезапно я увидел мою дочь. Мою старшую дочь. Она сидела и плакала в углу. Она тоже не вышла вперед, когда позвали. Она и не молилась. Вы знаете, что дома не молилась. И, зная определенные вещи, я знаю о том, что... Ну, вообще-то, каким образом она время проводила? Она сидела там и плакала. Она сидела и плакала. Меня позвали. И она говорит, папа, а ты расскажи мою свидетельство. Я говорю, дочь, а что произошло? Вы знаете, я даже не знал о том, что у нее одна нога левая, она была короче правой. И так намного. На целый инч она была короче. И именно стопа. И во время молитвы, когда люди вышли вперед, она просто там сидела, даже не поднялась на молитву. Внезапно, слава Божья, на нее сошла. И у нее выросла эта нога. Я говорю, Господь, ты кому хочешь, тому прикасаешься. Ты великий и суверенный Бог. Ты великий и суверенный Бог. И ты никогда ни у кого не спрашиваешь. Мы те, кто ищем тебя, мы те, кто любим тебя, мы те, кто жаждем тебя, мы те, кто утверждаем твое царство. И здесь, на этом месте, мы тоже это делаем. Слава Богу за это. Мы будем ждать его. Мы будем ждать его сегодня. Мы будем ждать его завтра. Мы будем ждать его до великой скорби, не правда ли? А если он не придет, мы будем ждать его во время великой скорби. А если он не придет, мы будем ждать его после великой скорби, но он обязательно придет, он обязательно вернется за своей невестой, он обязательно придет, потому что он дал нам Духа Святого, как залог, как великую часть, как и говорит, однажды будет полный выкуп, халилюя, слава ему. Будьте благословенны, дорогие друзья.